Герои живут среди нас и сегодня. Девятиклассник Егор Коробов спас двух пенсионеров из сгорящего дома. Когда начался пожар, пожилые люди спали. Если бы не помощь мальчика, ЧП могло бы закончиться трагедией. В родной школе на девятиклассника Егора теперь смотрят как на настоящего мужчину. О его геройском поступке знают все. Сам парень от такого внимания смущается. Говорит, что по-другому поступить просто не мог. Надо за всех людей беспокоиться, надо всем помогать. Меня с детства этому учат. Нельзя быть равнодушным. Надо помогать людям всегда. Еще хорошо заниматься спортом. Вести здоровый решитель, так сказать. Не пить, не курить. Мальчик не растерялся там, где смог бы справиться не каждый взрослый. В тот вечер семья Коробовых изжалила во дворе дома шашлык. Вдруг Егор услышал характерный треск. Горел дом живущих по соседству пожилых людей. Не теряя ни минуты, 15-летний Егор бросился на помощь. Открыл окно и залез в задымленную комнату. Там огонился, дым. Бабулю, если бабулю поднял. Тащить ее. Она упирается. Слепая. Ну хорошо, вот Егорка. Поскочил. А так бы я один бы. Не знаю, как ее тащил бы. Вместе с Игорем Анатольевичем Егор вытащил из дома пожилую женщину. Кстати, в семье он не единственный герой. У нас есть папа наш. Он сейчас уехал. И вот как бы у нас папа троих вытащил из воды. Потом еще одного вытащил. Вот. И как бы он всегда знал о том, что надо как бы помогать людям. Вот. И поэтому это даже, вы знаете, я не могу понять, почему такой ажиотаж. Потому что как бы это все нормально. Это в порядке вещей. И мы такого даже не ожидали. Пожар потушили оперативно. Здоровью пенсионеров ничего не угрожает. А самому Егору за проявленное мужество вручили грамоту от руководства МЧС России по Курской области. На такие поступки должны равняться. Должно равняться наше растущее поколение. Это единичный случай. В дальнейшем данный мальчик будет представлен к ведомственной награде. В будущем Егор мечтает стать военным или спасателем. Точно он пока не определился. Но юный герой считает, вне зависимости от профессии, самое главное, не оставаться в стороне от чужой беды. Елена Никулина при содействии пресс-службы МЧС России по Курской области.